хочу добавить несколько слов про разбор фильма темный рыцарь если быть более точным про финальную сцену джокера где бьются бэтмен джокер сцена насчет которой я сказал что она снята не так как она должна была быть снята и по сценарию и по всей логике фильма те кто не в курсе либо пересмотрите ролик про разбор темного рыцаря вот те кто в курсе еще раз напомню что сцена выбивается из общего ряда того что мы видим фильме если мы возьмем и поставим рядом например три сцены с джокером ну какие-нибудь типичные сцены вот давайте первая сцена где он приходит к мафиози смеется где шутка про костюм где он говорит им что нужно бэтмена убить вспомните как долго и сложно начинается сцена до момента как он начал с ними обсуждать какие-либо дела он сначала заходит смеется показывает им фокус с карандашом потом говорит про костюм и только потом начинается то для чего он перешел то есть у сцены есть очень сложное предисловие увертюра нечто ей предшествующее показывающие кто здесь кто что происходит то есть вводные некие вводные данные если мы вспомним сцену где джокер приходит в дом бэтмена ищет харви до момента как он столкнулся с бэтменом есть большой фрагмент где он проходит по дому съедает какую-то маслинку общается очень смешно и интересно и это задает настроение сцены то есть для того чтобы сцена случилась в начале всегда должно быть некое вводное предисловие иногда достаточно короткой иногда достаточно длинные но без предисловия мы с сами не будем понимать за что мы переживаем что происходит сцена финального боя джокера и бэтмена не имеет вступление вообще бэтмен поднимается на верхний этаж там стоит джокер с собаками джокер говорит я весь трепещу ты пришел они начинают драться вы чувствуете что нам не хватает информации чтобы войти в сцену не хватает того чтобы нам задали на какой на какой ноте сейчас будет происходить вот это вот битва титанов джокера и бэтмена и та фраза которую я упоминал в разборе ты пришел я очень тронут она как минимум задает определенные отношения того что сейчас будет происходить и далее вся эта сцена в который бэтмен должен был быть просто раздавлен и уничтожен сведена к невнятному бою двух героев я объясню для чего это сделано вся логика фильма и самое начало и середина и самый самый конец где бэтмен берет на себя убийство где он становится как бы изгнанником из общества вся эта история рассказывала о крахе бэтмена как героя соответственно в этой сцене боя с джокером он должен был быть раздавлен главным в кавычках злодеем то есть если до этого джокер притворялся он притворялся для того чтобы его взяли в плен и он выманил китайца то есть он все время играл в поддавки то это первая сцена где джокер не играет в поддавки он просто уничтожает бэтмена легко по щелчку пальцев бэтмен бэтмен проиграл не только потому что он сдал себя за место харви и сказал что он совершил убийство он просто не противник джокеру и это мы должны были увидеть в этом бою убрали это по двум причинам причина первая после такого финала трудно продолжать франшизу если вы уничтожили главного героя если он открыто проиграл злодею а он в этой сцене должен был проиграть кто-то в сцене должен был проиграть вот скажите мне по-вашему потому как снято в фильме кто проиграл вот потому как снято в фильме ощущение что проиграл джокер он висит значит кверх ногами он остается в плену но если мы подумаем что произошло джокер всех убил всех перехитрил оказался сильнее всех дальновиднее всех то что пароходы не взорвались это не главное достижение главное достижение это харви дент и его джокер перевел на темную сторону то есть джокер выиграл в этом фильме а в этой конкретной сцене его для чего-то сделали проигравшим бэтмен проиграл а не джокер и так первая причина после такой такого падения персонажа трудно продолжать франшизу а продолжать хочется вторая причина пожалели аудиторию юные неопытные люди пришедшие посмотреть на любимого героя будут недовольны что измазанный гримом джокер навалял бэтмену по первое число ровно то же самое произошло в конце фильма логан где кошмарный трагический финал когда логан должен был бы выпить состав стать зверем убить своего противника а дальше дочь единственной пули должна была его застрелить после этого сказав папа то есть он пожертвовал собой этого финала не сняли сняли какую-то фигню где логан на полон напоролся на сучок и умер из-за бытовой травмы главный герой в логане умирает напоровшись на сучок который торчит из дерева ну а как еще должен погибнуть супергерой на сучке ровно то же самое произошло с финалом темного рыцаря люди испугались что будет слишком драматично раз и что будет трудно продолжить франшизу 2 но даже без этой сцены которая смотрится абсолютно бледной мы даже не можем вспомнить что там произошло ну вспомните сцену где джокер притворился мертвым его принесли к негру который заказал его живым или мертвым доставить ему для каких-то издевательств вспомните какая чудесная театральная сцена сколько там острых диалогов сколько там жестокости ничем не отличается богатая по содержанию сцена мы ее хорошо помним а сцену последнего боя не помню вообще ее нет она лишь намечена но в ней ничего не сыграно это можно было бы сделать правильно выбранными дублями в кавычках взять те дубли где нет нужных переживаний правильным монтажом когда постоянными перебивками сменой планов не показывается кто кого побеждает это что джокер втыкает в бэтмена нож вы же помните что в начале когда джокеру когда бэтмену сделали новый костюм его предупредили что он будет за счет своей лучшей подвижности хуже держать против лезвий ножей и пуль помните разумеется это ружье должно было концу выстрелить и джокер должен был всадить в него нож по рукоять а он чем-то ткнул его бэтмен дальше побежал и вообще что тыкал он его этим что не тыкал короче говоря последнюю сцену слили на мере но если мы представим себе фильм с последней сценой в том ключе в котором я рассказываю где джокер побеждает бэтмена и разговаривает с ним как с побежденным вот тогда весь ужас этого апокалипсиса включая самый финал где на бэтмена еще свалили все убийства он сам на себя взял неважно свалились все убийства вот тогда мы узреем весь весь мистический ужас фильма темный рыцарь этот потрясный фильм мог бы быть еще круче хотя казалось бы уже куда это то что касается темного рыцаря мы с вами как зрители сидя в зрительном зале всегда ожидаем что тем людям которые делают кино выгодно сделать ну не знаю там шедевр роскошный фильм так чтобы он жахнул прям жахнул на самом деле производителем кинематографической продукции также как и производителем колбасы не нужна шедевральная колбаса вот человек выпускающий колбасу он хочет чтобы в колбасе было вот столько туалетной бумаги вот столько заменители вот столько чтобы ее купили за такие деньги тогда он получит свою прибыль если он сегодня выпустит шедевральную колбасу завтра его туалетную бумагу не будут покупать шедевральный фильм вреден для киноиндустрии для производителей по многим причинам и поэтому на мой взгляд шедевральные фильмы получаются не запрограммировано и фактически случайно и в критической ситуации им начинают подрезать крылышки как это сделали в последний вот в этой сцене боя бэтмена и джокера когда просто взяли сцену слили в унитаз не докрутив драму фильма до того градуса высочайшего до которого она могла бы дойти в ключе всех вот этих вот открытий я решил что следующий фильм на разбор я возьму бегущий по лезвию 1982 года потому что этот фильм на мой взгляд подходит под тот же самый рецепт когда никто не ждал что это окажется шедевром все были против даже аудитория которая пришла в кинотеатр но тем не менее этот фильм занял какое-то высочайшее место в ряду фантастических фильмов и сегодня смотрится невероятно круто и фактически стал родоначальником своего собственного жанра которому все до сих пор подражают и пытаются делать сиквелы и так далее поэтому мне будет чрезвычайно любопытно разобраться в мельчайших механизмах этого фильма я делал уже разбор предварительный который я с которым я приходил к дмитрию юльчу пучкову мы записывали ролик но в данном случае находясь находясь в собственной студии я потрачу свое время немного на другие аспекты и смогу сделать более глубокую работу выявив те механизмы которые сделали из этого фильма шедевр кинематографического искусства вот если вы видите сегодняшний ролик впервые то все о чем я говорю является частью проекта по разбору культовых фильмов на данный момент есть три фильма это звездные войны 4 эпизод это темный рыцарь и призрак в доспехах но его на ютюбе нет он у меня на сайте как дополнительный ролик еще выйдут три ролика ближайшие из них это бегущий по лезвию бегущий по лезвию 1982 года это бегущий по лезвию